Добрый день! Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. В интерьере команды Иркутск. Досатин Зубцев. Опер-комментарий. Такая игра достаточно тяжелая получилась с обеих сторон. Понятно, над нами давлял результат тот, который был в домашнем матче. Не буду лукавить. Конечно, мы хотели, так скажем, поквитаться с Сатурном за поражение домашнее 0-4. То, что касается нашей игры, в оборонительных действиях достаточно четко сработали, особенно в центральной части поля. Команда Сатурн имеет креативную группу атакующих игроков, и нам было непросто справляться с ними. Но в целом те перестроения, которые мы планировали перед матчем, они сработали очень немного. На мой взгляд, команда из Раменского создала моментов у наших ворот. То, что касается атакующих действий, конечно, не все получилось. То, что хотелось бы, какие-то подходы были, но они такие, так скажем, хотелось бы, чтобы их было больше. Но радует то, что сработали два стандарта в футболисты, правильно расположились. То, что мы постоянно их просим, сделали сегодня. И отмечу, что самое главное, ключевой фактор, наверное, сегодняшней нашей победы, это дисциплина всей команды, и те, кто вышел в старте, и те, кто вышел на замену. Мнение, что за счет опыта Иркутского играл. Насколько оно справедливо? Ну, мы же играем в одной лиге, и какая разница, тут молодые и взрослые команды. Не знаю. Не готов ответить на этот вопрос, но пускай будет за счет опыта. Ну, в принципе, вы сегодня раз приезжали с Калугой, и удачи довольно неплохо складывались в целом. Ну да, по-моему, насколько я помню, там один раз мы уступили здесь, а так в основном, да, либо ничья, либо победа была. Такой для меня, по крайней мере. Удачный стадион, да. Спасибо. Продолжаем нашу послымочную пресс-конференцию. В данном триле команды Леон Сатурн, Владимир Крытько, Ир Михайлович. Комментарии? Что не получилось? Что не получилось? Что получилось? Ну, смотрите, конечно же, эмоциональная составляющая в футболе очень важна. Мы провели очень эмоциональный матч с «Спартаком», ну и, наверное, не смогли достучаться до игроков, что надо забыть то, что было раньше, и двигаться вперед. То есть, это свойственно молодым, опять же, футболистам, когда они нестабильны. Тем и отличается, в принципе, класс команды, когда ты ровно проходишь всю дистанцию, вне зависимости, были громкие победы, фееричные победы, как со «Спартаком». И здесь вот как раз-таки этот момент, он очень сильно сказался с точки зрения психологии. И поэтому игра не строилась, потому что была монотонность какая-то в действиях. Где-то не добегали, где-то не включали тот резерв, который нужно для того, чтобы достигать результата в любом матче. Поэтому вот такой результат на табло. Мы очень много уделяли внимания стандартным положениям, так как знали, что соперник – это их самая сильная сторона. Это стандартное положение. Но, опять, видите, не досмотрели, не доиграли свои эпизоды и получили два мяча после стандартных положений. Свои же моменты мы не то, что не реализовали, мы их мало создали в этой игре. Вот так, вкратце. Ну, это, конечно, для нас очень неприятно, потому что все-таки мы пострадали не из-за своих каких-то действий болельщиков, а из-за действий соперника, который не очень хорошо себя вел по отношению к нам. Но раз приняли такое решение КДК, поэтому мы это принимаем, будем играть без зрителей. Ну и постараемся все-таки вернуть то эмоциональное состояние футболистов на должный уровень, чтобы дальше двигаться, дальше двигаться и по турнирной лестнице, и в целом развиваться. Потому что это и есть развитие футболистов, когда они проходят вот такие этапы, когда они получают сначала положительные эмоции, когда у них все прекрасно. И здесь нужно немножко перебороть себя, перебороть, а это не каждому дано, не каждому в принципе, особенно когда они молодые. Поэтому будем стараться, будем работать. Ну а дальше посмотрим, как это все будет выглядеть на футбольном поле. Вот так. Спасибо. Спасибо.